Твой ответ я никогда не получу. Меня не будет. Я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях. За колючей проволокой еврейского гетто в оккупированном фашистами городе за день до гибели мать пишет последнее письмо сыну, зная, что ответ никогда не прочитает. Это фрагмент из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», блестяще поставленный и сыгранный в формате моноспектакля актрисой Натальи Ишор. Писатель включил в роман реальное письмо своей матери, расстрелянное гитлеровцами, как тысячи других евреев в Бабьем Яру, в его родном Бердичеве и других гетто на Украине. Немцы ехали на грузовике и кричали «Евреи копут! Евреи копут!» Отбирают молодых крепких мужчин, гонят их далеко в лес, те копают там огромные рвы. А через два-три дня немцы гонят к этим рвам все еврейское население и расстреливают всех поголовно. В зале образовательного центра «Романтик» – щелковские юнормейцы. Молодежи особенно важно знать историческую правду. О зверствах фашистов в гетто, резервациях для евреев, откуда невозможно было выйти живым. И о том, что даже там, обреченные и живущие в загонах для скота, люди оставались людьми. Да нигде нет столько надежд, как в гетто! Мир полонадежды! Портные, учителя, врачи, печники – все работают, все работают, все крутится, вертится. Идет стирка, стирается белье, готовится обед, дети бегут в школу, а матери спрашивают учителей об их отметках. И я тоже, я тоже занята с утра до вечера! Мать прощается с сыном и радуется, что он не рядом с ней, что он в безопасности, за линией фронта. Ей удается передать письмо в город. Последнее – мамино письмо сыну. Целую тебя. Твое лицо. Твои глаза. Твои волосы. Живи. Живи вечно! Премьера моноспектакля Натальи Ишор, который так и называется «Живи вечно», состоялась три года назад. За это время он стал лауреатом многих театральных фестивалей. Каждый раз, когда в зале включается свет, зрители плачут. Все, независимо от возраста, понимают, как важно, чтобы трагедии, подобные Бабьему Яру, не повторялись. Стать прицелом фашистской идеологии будет стать любой народ. Независимо от цвета кожи, от вероисповедания и так далее. И для меня была все-таки важна эта тема. Почему одни люди вдруг считают, что они лучше, превосходнее, умнее и начинают уничтожать других. В этом спектакле и часть генетической памяти самой актрисы. Некоторые ее предки разделили судьбу героини в годы Великой Отечественной. Другие чудом выжили. С одной стороны, я искала для себя материал, как для актрисы. А с другой стороны, я уже сказала, это вот та моя генетическая память. Потому что это дань моей прабабушке, моей бабушке, которые за три дня до входа немецких войск в Киев сумели эвакуироваться. То есть, если бы этого не произошло, мы бы с вами сейчас, наверное, и не разговаривали бы. Наталья Шор вместе с Марией Есениной руководят театральной студией «Четвертая стена» в Доме культуры поселка Литвинова. Полгода назад студия начала сотрудничать с Общественным советом при межмуниципальном управлении МВД России «Щелковская», который и организовал этот показ. Спектакль «Живи вечно» в преддверии Дня защитника Отечества покажут еще не раз и в «Щелкове», и в соседних муниципалитетах. Данные мероприятия, естественно, помогают сформировать у детей и подростков правильное восприятие истории. И у ребят мы сегодня посмотрели активную гражданскую позицию. В их глазах видно, что они гордятся своими предками, нашими героями, воинами. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.